Если мы говорим в плане работы синезаторских машин, действительно есть территории, которые обслуживаются, используются инфокс-водоканалом именно вот под свое предназначение как поля фильтрации. Есть специальные озера, куда сбрасываются воды и природным способом фильтруются. По тем действиям, которые за последнее время в средствах массовой информации проведены департаментом, это проводили работу по выявлению фактов незаконной добычи песка и незаконного складирования твердых бытовых отходов, строительных и прочих. Данная работа ведется уже несколько лет. В 2016 году департаментом была проведена большая работа по выявлению данных фактов. И результатом стало в 2017 году было возбуждено уголовное дело. Тогда еще органами милиции в начале 2017 года. В прошлом году мы совместно с государственной экологической инспекцией проводили комиссионные обследования так называемых полей, где фиксировались номера техники, которые незаконно свозят туда отходы и занимаются выдобутком песка. Но, к сожалению, все наши обращения в полицию не привели никакому успеху. Но в начале этого года они увенчались успехом. Мы были на комиссионном обследовании, опять установили факты использования тяжелой техники по добыче песка. Были зафиксированы номера автомобилей и грузовиков, которые этим занимаются и складируют отходы. Мы обратились за подписью городского головы в органы нацполиции, в прокуратуру и в службу безопасности Украины для применения ими их силовых действий. Были приложены наши материалы к первому уголовному делу нацполиции, а органы прокуратуры возбудили новое уголовное производство, в котором тоже приобщены все материалы, которые мы им дали. Единственное, что служба безопасности Украины написала письмо, что их компетенцию не входит в расследование данных фактов. После поступления жалоб в средствах массовой информации, что увеличились объемы площадей, используемых по добыче песка, нами было совместно осуществлен очередной вызов. Выезд туда действительно, факты продолжались. Мы зафиксировали еще раз номера автомобилей и тяжелой техники, и работы были сразу же приостановлены. Антигория предпринимателей моментально покинули эти поля, а мы в свою очередь эти материалы приложили к материалам уголовного производства для прокуратуры. Также мы вызывались для допросов в качестве свидетелей в органы прокуратуры, где давали свои пояснения и показания. Это именно массовый характер, потому что, как я уже говорил, и тяжелая техника по добыче песка, это бульдозеры, трактора и самосвалы, куда грузился песок. Все номера этой техники были зафиксированы, переданы в соответствующие органы, и также самые большие грузовики, которые свозят туда строительные отходы. Все это фиксируется и передается в полицию и в прокуратуру. Те поля – это действительно уникальный объект, это действительно нужный объект для фильтрации, о которой мы говорим, тех сточных вод, куда сбрасывается инфоксом. Это, естественно, несет определенную нагрузку и влияние с той же балкой, дамбой Хаджибеевской, прошу прощения. И мы до сих пор не понимаем, что это за песок, насколько он опасен, потому что мы обратились в экологическую инспекцию в Одесской области. Они откликнулись положительно и готовы принимать участие в проверке этих фактов. И в их полномочия как раз и входит проверка субъектов хозяйствования до полной прозупынки их деяльности хозяйственной. Поэтому будем надеяться, в ближайшее время у нас будут результаты и лабораторные, и управленческие. И будем сдвигать эту точку. Данная проверка входит в область полномочий Государственной экологической инспекции в Одесской области, почему мы и обратились к ним за помощью. Это функции государственного контроля, и в их полномочия входят как штрафные санкции, как я говорил, и полная приостановка деятельности этих предприятий в случае выявления либо физических лиц, либо юридических. Соответственно, в рамках уголовного производства предусмотрена уголовная ответственность за это. Мы будем вести, в общем-то, и ведем контроль тех фактов. Также мы обращаемся повторно, вот нами 5 мая был выезд, и мы зафиксировали новые автомобили, и эти факты переобщены к уголовному производству. Тут уже теперь мы ждем реакцию органов национальной полиции и прокуратуры. Продолжение следует...